Я похудел на 30 килограмм, и я не изнурял себя голодом, я не мучил себя невкусной пресной едой. Для того, чтобы похудеть, если вы хотите похудеть, нужно нормально питаться, нужно сбалансированное питание и дефицит калорий. Плюс, конечно, спортивные занятия, желательно, какой-либо вид физической нагрузки необходим. Но, даже если вы не можете делать физическую нагрузку, совершать по каким-либо причинам, только на питании можно похудеть. Поэтому питайтесь вкусно, это очень важно. Не мучайте себя, не мучайте себя, пожалуйста. Зачем? Потом срывы, потом вам чего-то не хватает, и вы ходите голодные, злые, и срываетесь на всякую ерунду. Не надо, нужно нормально питаться, нужно питаться так, чтобы вам было вкусно. У меня такой вот завтрак, семена чая, 2 столовые ложки на 200 грамм греческого йогурта. Есть их только с утра. Задавали этот вопрос, едим семена чая с утра. Не нужно их размалывать, не нужно ничего, просто замочить с вечера в греческом йогурте, и с утра есть. Далее яичко, огурчик и бутербродик с красной микрой. Ну, здесь и омега, здесь и витамин D, здесь вообще полный набор и белок, и жиры, и углеводы, и огромное количество клетчатки. Поэтому у меня, в принципе, клетчатки мало, вот такой вот дополнительный, но только вот в этом стаканчике у меня будет 17 грамм клетчатки. Да, то есть этого достаточно. И в этом хлебе из-за трубей тоже есть клетчатка, и поэтому 22 грамма клетчатки я уже съел, а нужно всего 30 за день. Поэтому уж 8 грамм клетчатки мы салатиками наберем в течение дня без проблем. Поэтому всем приятного аппетита и вкусного похудения!